Начнем с того, что в церкви нет понятия судьбы. Есть, можно сказать, закон Бумерана. Что ты делаешь в этой жизни? Вот ту ситуацию ты себе и, скажем, в жизнь приглашаешь. Какая разница, где молиться? Вот я дома молюсь, и это же тоже, я так же общаюсь с Богом. Ну, тут лукавый, такую ловушку, конечно, для человека сотворил. Батюшка, это правда, что церковь не разделяет стремление человека учиться ради красного диплома, а не ради знаний. Это ложь. Всякая ложь от Сатаны. Этот ребенок со слезами вылетает с храма, и эта бабушка сидит такая довольная, она выполнила свою задачу, она изгонала из храма Сатану, ура, ура. И я эту бабушку спрашиваю, а вам хватит до конца жизни времени вымолить этот страшный грех? Какой грех? В церкви можно часто услышать такое мнение, что если человек верит и доверяет гороскопам, то в церкви ему делать нечего. Вот что это такое, почему так? Если мама одела крестик на ребенка, который даже и не понимает смысла, почему этот крестик ему одели на грудь, мама-то понимает, потому что она верует в Господа, и сила честного креста будет уберегать этого ребеночка. Добрый день, это программа «На порядок выше» на Первом Приднестровском. Я, Ольга Гаврилова, и священнослужитель Терраспольско-Дубосарской епархии будем говорить на разные житейские темы. Для нас нет неудобных вопросов, мы ответим на все. Сегодня мой собеседник, протеерей Вадим Трощинский, настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской. Здравствуйте. Добрый день. Отец Вадим, сегодня не будет у нас никакой определенной темы, мы будем отвечать на разные вопросы. На те, которые люди очень часто задают либо себе, либо друг другу. В общем, то, что их интересует, то, что им интересно, и, следовательно, интересно нам. Итак, поехали. Господь создал человека, и когда он приходит на эту землю, действительно ли его судьба предрешена, или все-таки ее можно изменить? Ну, начнем с того, что в Церкви нет понятия судьбы. Вообще. Как таковой. Человек со свободной волей. Он решает, что сегодня делает в этой жизни. Соответственно, если он делает что-то неправильно, получает разумление. И наоборот. Если делает правильно, получает благословление. Если у человека была бы судьба, то есть он был бы запрограммирован, за что его хвалить или за что его наказывать. Поэтому судьбы нет. Есть, можно сказать, закон Бумерана. Что ты делаешь в этой жизни? Вот ту ситуацию ты себе и, скажем, в жизнь приглашаешь. Но вот этот выбор, жить так или иначе, человек делает сам? Сам. Или не Господь дает ему этот выбор? Господь дает нам право выбора, а выбор делает человек сам. Буквально на днях молодая девушка меня спросила, зачем ходить в церковь? Какая разница, где молиться? Я дома молюсь, это же тоже, я так же общаюсь с Богом. Какая разница, где это делать? Позволю себе переадресовать этот вопрос вам. Что бы вы ей ответили? Ну, тут лукавый, такую ловушку, конечно, для человека сотворил. Господи, прости грехи. Господи, дай хорошую работу. Господи, дай мне там хорошую семью, там, детей, там, и так далее. Заработок, там, здоровье. То есть дай, дай, дай. Вот дома мы в основном так и боремся, когда в церковь не ходим. Но, опять же, надо что-то взамен, на. И конкретно не то, что мы придумали, что вот тебе Господь, а то, что Господь попросил. А попросил единственная икона Тайной вечера, да? Спаситель собрал своих учеников-апостолов перед тем, как пойти на свои крестные страдания ради нас. Рассказал своим ученикам, что он будет арестован, будет страдать на кресте, умрет, на третий день воскреснет. И все это ради нас. И попросил, говорит, вспоминайте это. И преломил хлеб, голосовил вино, говорит, и творите сие в мою память. Все, что от нас попросил Бог. Где мы это делаем? Дома? Нет. Делаем это в церкви. Да, мы можем Господа поблагодарить, попросить прощения, но долг перед Богом исполнить можем только в храме. Человек приходит в храм для того, чтобы найти, как правило, успокоение своей душе и своему сердцу. Но, приходя в храм, человек часто сталкивается с какими-то вот, что ему делают какие-то замечания, что-то он делает не так. А если он пришел впервые, откуда он может знать, как это делать? Вот такой пример. До определенного момента, да, все мы знаем, что если нет, ну, по крайней мере, так нас учат с детства, что если негде зажечь свечу в храме, то лампадка горит всегда, и ты можешь зажечь эту свечу от лампадки, если не видишь никого больше в храме. Бывает так, что свечи лежат, а их не продают. Ну, сейчас есть такая практика. Вот, ты взял свечу, хочешь поставить, зажечь ее негде. Зажигаешь от лампадки, и тут к тебе подходит работница, и кричит на весь храм чуть ли не человек антихрист, что ты делаешь. Прежде чем что-то здесь делать, нужно подойти меня спросить, да, как ты смел, вот она запачкается. И, ну, вот как быть? Кроме батюшки ведь, ну, если я все правильно говорю, никто в храме не может сделать замечание прихожанам. И опять же, ну, как вот правильно, как правильно реагировать, как, может быть, как-то это пресекать, потому что я уверена, что 99% людей, вот если бы они в этот раз зашли в храм впервые, они бы больше туда не вернулись. Я с вами согласен. И в моей жизни был такой пример. Я служил в соборе, и слышу шум, в общем, как скандал в храме происходит. Выхожу из солдаря и наблюдаю такую картину. Да, действительно, девушка лет 16 зашла в храм без косыночки, с короткой юпочкой. Ну, ей было интересно. И вот такая работница начинает эту юную девочку обличать. Ты куда пришла? Это что, тебе дискотека? Ты такая, ты всякая, ты гулящая, и так далее, и так далее. Этот ребенок со слезами вылетает с храма. И эта бабушка сидит, такая довольная. Она выполнила свою задачу, она изгонала из храма сатану. Ура, ура. И я эту бабушку спрашиваю, говорю, а вам хватит до конца жизни времени вымолить этот страшный грех? Какой грех? Вы раз и навсегда этого человека от церкви отогнали, потому что после такой встречи в храме никто сюда не придет. И из-за вас Господь потерял эту душу. Она наверняка меня не поняла. Вот, ну, это задача священника объяснять своим послушникам. что нужно с любовью, с желанием помочь, а не обличить, объяснять в храме то, что человек не понимает и не знает. В этом мире само по себе ничто не является греховным. Ни роль, ни предмет, ни действия. Все зависит, какой смысл вкладывает человек в это дело. То есть, можно сделать внешне хороший поступок и преследовать какие-то мерзкие, какие-то свои стремления. это будет грех. Ты наоборот, внешне может быть казаться, что человек что-то делает плохое, а он вложил, ну, туда что-то хорошее. Ну, возьмем пример такой очень яркий и, в общем-то, в принципе, однозначный. Есть серийный убийца Чикатило. И есть герой Великой Отечественной войны пулеметчик. По факту и тот, и тот серийный убийца. Тот убивает, тешит свою похоть какую-то ненормальную, я имею в виду, Чикатило. Тот защищает родину, защищает родных и тоже сотнями валит людей. На ними совершенно разные вещи двигают. Поэтому тот герой и наверняка перед Господом получит благословение. А этот маньяк. Батюшка, это правда, что церковь не разделяет стремление человека учиться ради красного диплома, а не ради знаний? Диплом ради диплома без знаний это ложь. А всякая ложь от сатаны. А почему церковь приветствует знания? Ну, должны понимать, что этот мир создан Богом, да? Земля, животные, растения, то есть биология, анатомия, география, все это творение Божие. И человек, который изучает это все, по сути, изучает дела Божьи, изучает Бога, а это достойно. А диплом это тщеславие. Что есть вообще в церковном понятии? Есть ли вообще такое понятие оберег? Вот вне церкви что человека может уберечь от каких-то бед? Нужно понимать, что нас оберегает Господь. Всегда. При рождении, при крещении он дает нам ангела-хранителя, который тоже нас оберегает. Даже если мы носим крестик на себе, да, не этот предмет нас оберегает, а вот символ того креста, на котором роснули Иисуса Христа, вот именно тот крест своей силой нас оберегает. И с нашей верой в это. А не потому, что он уже не висит. Убегает человек, жертва, и за ним его догоняет вампир. И человек забегает в комнату, выхода нету, смотрит, а там крест. И он такой радостный, хватает этот крест и к вампиру. Вампир сразу испугался, потом начал улыбаться, подходит, забирает у него крест и говорит, верить надо. Ну, кинокомедия, но в этом есть смысл. Если ты просто одел крестик, потому что он тебя уберегает, а в Бога ты не веруешь, ну, это просто та же магия, то же язычество. Кто-то носит амулетики с когтями, зубами и так далее, а тут носит амулетик, как крестик. Речь не идет о том, что крестик не приносит защиту, но просто повесить его и не верить в него, никакой защиты не будет. Есть опять же притча такая про крестное знамение, что сатана бесок послал губить души. Один бес получил разнарядку возле пропасти находиться и кто там будет идти сбросить пропасть, погубить эту душу. Бес возвращается назад вечером, сатана его спрашивает, почему нет результатов. Говорит, не было никого, кого бы я мог погубить. Как? Там три человека пришло. Говорит, первый, говорит, и шел по узкой улочке этой тропинке над пропастью, на нем было крестное знамение, я не мог к нему подойти. Говорит, хорошо, другой-то, говорит, шел без креста, почему ты его не погубил? А он, подошел к этой тропинке и перекрестился, я не мог к нему подойти. Ладно, третий, говорит, и крест не носил, и сам не крестился, почему ты его не погубил? А за него мама молилась, она его в спину перекрестила. Поэтому, если мама одела крестик на ребенка, который даже и не понимает смысла, почему этот крестик ему отдели на грудь, мама-то понимает, потому что она верует в Господа, и сила честного креста будет уберегать этого ребеночка, этого младенчика. Но еще раз говорю, в первую очередь, уберегает нас Господь. в последнее время люди вроде как его циркуленные, но до конца как бы еще не проникшиеся верой в Господа. Вот они начинают, говорят, вот это Божья Матерь Казанская, вот она, эта икона помогает в том-то, в том-то. А вот эта икона Божьей Матери, она такая-то, она не так помогает, как эта. Это такая ересь полная, что ужас. Да, опять же, согласно традиции, мы молимся возле той или иной иконочки по тем или иным нуждам. Мы должны осознавать, что не вот этот предмет нас защищает, помогает и дает нам какие-то там чудеса, а то, как Господь по молитве Матери Божьей. То же самое касается, когда мы молимся святым, да, тоже говорит, молимся там святой такой-то, такой-то, дай мне то-то, то-то. Святой не дает. Святой молит Господа, чтобы Господь нам дал. Тоже целитель Пантельмон, мы ему молимся, целитель Пантельмон, моли Господа, да Господь просит наши грехи и дарует нам исцеление. Вот это должны люди понимать, что дарует только Бог. Больше никто что-то изменяет в этой жизни, только Бог. Все остальные молятся за нас, святые. Для чего нужны иконы? Вообще. Если можно молиться, просто закрой глазки и помолиться Господу. Как по мне, зрительный контакт. Вот это первое. Если ты его поймал, почему хорошо кому-то у Николая Угодника стоять, да, долго, и вот он чувствует связь, а кому-то у Матери Божьей, потому что поймал зрительный контакт. Для чего это делается? Объясняю. В школах. Дети. Одному ребенку говоришь, один плюс один будет два. Он себе умеет. Да, так и есть. А другому нужно показать. Вот одна палочка. Вот другая палочка. Вместе посчитай. Один, два. То есть у него где-то не развитообразное какое-то мышление, фантазия. Ему нужно, чтобы он увидел. Так же само и с молитвой. Кто-то закрыл глазки, и он молится Господу. А кому-то нужно видеть, с кем он разговаривает, кому он молится. То есть образ. И вот церковь, как добрая мама, для тех людей, которому сложно средоточиться и помолиться, допустимы образа иконы. То есть он увидел вот Матерь Божия. Я с ней разговариваю. Молитва – это разговор. Это общение. Я вижу, с кем я разговариваю. Вот для чего нужно. Согласен. Кто может просто закрыть глаза или просто даже не закрывая и помолиться с Богом, в принципе, ему как бы в тот момент прямо икона и не нужна. В церкви есть праздники. Вот такого числа мы отмечаем. Такой праздник в этот день произошло то-то, то-то. Есть кто-то верит в это и отмечает здесь. Кто-то верит в гороскопы, что в такой день можно делать это, а это нельзя. Ну, в общем, есть две. Кто-то придерживается церковных традиций, две составляющие, а кто-то верит в гороскоп. И те же привязки вроде к цифрам и к месяцу. Но вот в церкви можно часто услышать такое мнение, что если человек верит и доверяет гороскопам, то в церкви ему делать нечего. Вот что это такое, почему так и откуда это? Мы живем по закону, что сеешь, то и жнешь. Закон Вимирана. Если я что-то плохое сделал, то я получу в этой жизни что-то вразумление. Не потому что так звезды сложились, а потому что я сегодня сделал что-то нехорошее. Если рассматривать гороскоп как какое-то энергетическое воздействие на человека, ну, не секрет, да, вот ближайшее небесное тело, Луна, да, оно в любом случае воздействует на человека, на его психику и так далее, на приливы и отливы. Вполне возможно, что остальные планеты тоже как-то воздействуют на нас. Ну, просто мы до сих пор не поняли и не прочувствовали. Вполне возможно. Что нас учит гороскоп? Вот этот человек, он суперсмелый, этот глупый, этот умный, ну, упрощенно так, да? То есть у него есть какие-то качества. И эти качества он уже сам применяет, потому что у него есть свободная воля, которую дал ему Бог. Вот человек суперсмелый, и вот он стал пожарником, и он с 12 этажа спасает из пожара людей. Ну, у него качества такие, смелый он хлопец. И такой же самый человек с такими же качествами стал форточником, да? Залазит на 16 этаж в окно, нужно иметь смелость, и обворовывает квартиру. Качества те же, но применяют они их по-разному. Это не гороскоп, это уже выбор человека. Опять же, не называть людей, детей именами в честь кого-то. Это все суеверие. Во-первых, в православной церкви все люди называются в честь кого-то. В честь святого Николая, в честь святой Магдалины, в честь кого-то. А суеверие говорят, что ой, не называем в честь дедушки, бо дедушка алкоголик был, и он тоже будет алкоголик. То есть не верят в то, что Господь решает, не верят в то, что это человек, хозяин своей, ну, скажем так, судьбы, а на него воздействует имя, которое дали в честь дедушки. То есть это все суеверие, не веря в Бога. Человек сам решает в этой жизни, что он делает. И, соответственно, получает тот или иной результат по своим действиям. Нагрешил? Получи вразумление. Хороший, добрый, молодец, и Господь тебя спасает. Почему еще вот говорят, что должно быть одно имя мирское, а другое церковное? Ну, это привет из глубокой древности, да, когда наши предки носили имя, там, которое ему дали, там, в его семье какое-то языческое имя, да, там. А потом он крестился, и ему дали, там, нормальное христианское имя. Естественно, где-то в церкви его вспоминали, как крещеным именем, а дома вспоминали, так, как они его называли домом. Вот. Вот это оттуда сейчас тянется еще традиция. Сегодня она не актуальна, потому что мы называем одним именем ребенка, да. Уже нет особого имени, которое мы дали, там, согласно своим каким-то традициям языческим. Вот. Ну, вот есть даже такой вот интересный момент, там, в новгородской епархии был епископ, который назывался Василий. А по-домашнему его называли Упырь. И вот в Средневековье, да, там, вот имя, которое ему дали, прозвище, ну, тогда прозвище это было, да, там, и имя, которое было в церкви освященное. Сегодня у нас у всех имена христианские, никому языческое имя не дают, поэтому смысла в этом я не вижу. Есть другой момент. Ну, люди считают, раз дали имя, значит, у него святой покровитель, вот тот, в честь, кого его назвали. А если его назвать двумя, тремя, пятью, десятью именами, значит, у него будет пять-десять покровителей. Вот поэтому называют несколькими именами в надежде, что у него больше будет защита перед Богом. Опять же, забывай, что защищают не святые, а Господь. А он единственный. У нас с вами сейчас все-таки такая зародилась тема для последующих передач. Это астрология, нумерология и церковь. Все-таки, думаю, эту тему можно развивать. Я думаю, что она на корне обрежется, потому что все это не соответствует церкви, и оно все противоречит. Ну, всегда можно сопоставлять, Либо да, либо нет. В серединке не бывает. Но в любом случае это нужно донести нашим зрителям. Да. Благодарю вас, батюшка. Спаси Господи. Спаси Господи вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова